Всем привет! Сегодня у нас будет краткий обзор очень необычного, я бы даже сказал, уникального дозиметрического прибора из Советского Союза. Это карманный радиометр-сигнализатор Сигнал, выпущенный в 1969 году. Уникален он тем, что в приборе есть всё, что только можно придумать. Во-первых, внутри установлены два счётчика Гейгера. Это STS-5 и C3BG. Благодаря этому сигнал умеет измерять мощность дозы от фоновых значений до высокой величины 5 рентген в час. Во-вторых, радиометр может работать в режиме сигнализатора, подавая звуковой гудок при превышении установленного порога дозы. В-третьих, к нему можно подключать внешний высокочувствительный датчик и проводить измерения слабоактивных источников как в режиме гамма, так и бета плюс гамма. В-четвёртых, прибор довольно продвинут с технической точки зрения. Он имеет несколько способов оповещения. Это и стрелочный прибор, и звуковые щелчки, и даже неоновая лампочка, загорающаяся при прохождении импульсов через щётчик. К тому же, сигнал универсальность питания. Умеет работать как от батареек, так и от аккумуляторов. В его комплект входит зарядное устройство. И всё это заключено в очень компактный корпус, размером 140 на 78 на 40 миллиметров и массой около 400 грамм. К сожалению, моего прибора комплекта нет, а он очень богатый. Как я уже говорил, в него входит дополнительный внешний зонд, отличный кожаный футляр с ремнями и дополнительным отделением для зонда, наушник, зарядное устройство для аккумуляторов и некоторые запасные части. Сигнал производился в конце 60-х годов в Киеве на хорошо известном заводе радиоприбор. Устройство было не военное, поставлялось в обычной картонной коробке. Предназначение сигнала – это использование в профессиональных целях. Карманный радиометр предназначен для контроля защиты персонала, работающего с радиоактивными веществами, а также контроля поверхности, заражённых бета-гамма-активными веществами. Осмотрим сам сигнализатор. Корпус прибора изготовлен из пластмассы и состоит из кожуха и задней крышки. Между собой они крепятся с помощью четырёх винтов по углам и одного центрального винта. Мой сигнал бежевого цвета, но в сети можно найти и фото приборов серого и голубого цветов. На лицевой стороне сигнала мы видим измерительный прибор, регулятор порога тревоги, регулятор режима питания, а также пять заглушек для регуляторов подстройки под диапазонов. Помимо этого имеется название прибора, эмблема завода-изготовителя, а также подписи к органу управления. Сверху расположена кнопка включения прибора и гнездо для подключения головного телефона. Справа имеется крышка отсека для аккумуляторов, окошко звукоизлучателя и ручка переключения под диапазонов. При выборе под диапазону его значок можно наблюдать в окне. Снизу находится гнездо для подключения внешнего зонда. Также здесь указан серийный номер устройства и год его выпуска. И ещё сверху расположены накладки для крепления ремня. На задней панели показано место расположения чувствительного счётчика STS-5. Кстати, надо заметить, что конкретно этот экземпляр очень долго служил. Это видно по царапинам на крышке батарейного отсека. Судя по отметинам на винте задней крышки, его много раз вскрывали. Предыдущему владельцу, это, кстати, известный многим Евгений Соловьёв, сигнал достался в неисправном состоянии. Внутри были оборваны провода, не было стекла у измерительного прибора, не было динамика. Но Евгений успешно всё починил. Я, в свою очередь, установил отсутствующий разъём для головного телефона и восстановил питание разъёма для подключения зонда. Давайте теперь, наконец-то, включим радиометр. Для этого сначала переключатель под диапазонов устанавливаем в положение режим. Теперь нажимаем кнопку включения. Прибор включается, и стрелка устремляется в режимный сектор. Её положение можно отрегулировать. Я подключу в гнездо для телефонов пьезодинамик, чтобы вам было слышно щелчки. Теперь переключаемся в нужный нам поддиапазон. Их тут 5. Первый – это умножить на 0,2. Второй – умножить на 1. Дальше умножить на 10. Умножить на 100. Умножить на 1000. И последний – это зонд. Соответственно, для определения мощности дозы показания нужно умножать на установленный коэффициент. В режиме умножить на 0,2 у нас вся шкала – это 1 миллирентген в час. Или же 1000 микрорентген в час. Ну, а отметка 0,5 – это 100 микрорентген в час. То есть сейчас мы наблюдаем фоновые значения где-то 15-20 микрорентген в час. Давайте я поднесу слабый источник в виде уранового стекла. И стрелка оживает. Мощность дозы уже порядка 50 микрорентген в час. Вы также видите, что звезда на шкале – это не просто декоративный элемент. Там внутри расположена неоновая лампа. Точнее говоря, терротрон, который вспыхивает оранжевым светом при прохождении импульса. Шкала не имеет подсветки, поэтому в темноте можно ориентироваться только на звук и вспышки терротрона. Ну, давайте мы зашкалим первый поддиапазон с помощью более мощного источника. И тут уже понятно, что нужно переключаться на следующий. Звук становится более тихим. Измерительный прибор показывает мощность дозы 1 мрентген в час. Счётчик STS5 работает на первых трёх поддиапазонах совместно со счётчиком C3BG. А дальше уже работает только счётчик C3BG. Совместная работа счётчиков необходима для того, чтобы избежать обратного хода стрелки на первых поддиапазонах при высокой мощности дозы. Калибровка поддиапазонов производится без разборки прибора. Для этого нужно открутить нужную заглушку и под ней мы увидим шлиц регулятора поддиапазона. Теперь рассмотрим функцию сигнализатора. С её помощью оператор может получать звуковое предупреждение о превышении установленной мощности дозы. Как всё это работает? Для настройки потребуется радиоактивный источник. Для начала переключаемся в режим измерения, выбираем нужный поддиапазон и с помощью источника создаём пороговую мощность дозы. Например, вот так. Теперь переключаемся в режим сигнал и устанавливаем тот же поддиапазон. Далее, поворачивая регулятор порога сигнализатора, добиваемся включения звукового оповещения. Теперь выключаем прибор, убираем источник и включаем его снова. Он готов к работе. При превышении установленного значения мощности дозы сработает звуковая сигнализация. Настройка не очень удобная и звук довольно тихий, но, тем не менее, вот такой интересный режим тут есть. Я не припомню других приборов с подобной функцией. Давайте теперь откроем сигнал и посмотрим, как он устроен. Перед нами гетинаксовая плата, на которой установлены все радиодетали. Сигнал построен по классической схеме. Питающий модуль на основе блокинг-генератора, счётчики, нормализаторы импульсов, интегрирующий контур и элементы индикации. Мы видим два счётчика, STS5 и C3BG. В центре находится модуль блокинг-генератора. Он в закрытом металлическом корпусе. Внутри него стоит высоковольтный трансформатор, выпрямитель на основе трёх диодов D208, транзистор P41 и конденсаторы. Блокинг-генератор создаёт различные напряжения для работы прибора. Галетный переключатель компактный, закрытого типа, на 12 положений. Это отсек для батарей. Обратите внимание, что большинство деталей миниатюрные. Провода очень тонкие. Компоновка максимально компактная. Чтобы добраться до обратной стороны платы, необходимо снять счётчик STS5 и открутить три винта. Снизу мы также видим различные детали, подстроечные резисторы. Видим два терротрона TH5B. Один из них как раз вспыхивает под звездой на шкале. В схеме используются транзисторы P41. Также здесь размещен знакомый нам стабилитрон коронного разряда SG301S, который обеспечивает неизменное напряжение 390 В для питания счётчиков. Интересно, что выпрямительные диоды используются только в блокинг-генераторе. А в основной схеме применён вселеновый выпрямитель AVS130. Из слабых мест вижу электротические конденсаторы. Это О1 на 80 микрофарад и ЭМ на 10 микрофарад. Ну и, конечно же, пресловутый МБМ. В наши дни они часто становятся неисправными. Микроамперметр здесь уникальный. Непонятной модели и на 30 микроампер. Он отличается от обычных микроамперметров по конструкции. Он плоский. В руководстве называется гальванометр. Явный недостаток этого гальванометра в том, что стрелка не уравновешена. И при наклоне прибора заметно отклоняется. Поэтому сигналом для измерений можно пользоваться только в горизонтальном положении. В начале обзора я уже сказал, что радиометр попал ко мне без комплекта. Поэтому я решил в меру возможностей дополнить его необходимым. Во-первых, я купил головной телефон ТМ2. Он такой же, как в комплекте. Правда, мне надо еще будет сменить разъем на подходящий. И попозже я этим займусь. Во-вторых, меня очень заинтересовал внешний зонд. Он выполнен в том же корпусе, что и датчик радиометра спутник 1. И почти такой же. Только счетчиков не 5, а 4. Однако, посмотрев на электрическую схему, я обнаружил, что она очень простая. И никаких деталей, помимо 4 счетчиков, внутри нет. Поэтому я решил изготовить действующий макет зонда. План был такой. Нарисовать модель корпуса, распечатать ее на принтере, склеить, покрасить, вырезать плату из гетинакса, приделать к ней держатель счетчиков, ну и добавить кабель с разъемом. Чем я и занялся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И вот в результате работы у меня получился зонт для сигнала. Сейчас я установлю в него рабочие счётчики СТС-5. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он немного упрощённый, но выглядит для самоделки просто отлично. А главное, он при этом полностью работоспособный. Теперь с помощью сигнала можно измерять бета- и гамма-поток от слаборадиоактивных источников. Конечно, мне это на практике не нужно, но я просто это сделал ради удовольствия. Здесь ещё надо заметить, что для измерения гаммы используется экран для датчика в виде пластины из латуни. Но это я уже делать не стал, поскольку такой пластины у меня нет. Обратите внимание, насколько чувствительный этот датчик. Я проношу его над урановым стеклом, и мгновенно слышна реакция. Ну что же, вот такой получился краткий обзор. Жаль, конечно, что сигнал у меня совсем без комплекта. Особенно печально, что без футляра. Футляры для приборов в Советском Союзе делали классные. Но в любом случае, главное, что мы познакомились с функциональностью такого редкого радиометра. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом приборе. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Это чума просто. Вот этот зонт, вот я его сделал полностью. Сам сделал полностью. Корпус напечатал. Плату такую. С гетинаксой вырезал. Поставил этот держатель для щетчиков. Щетчики поставил. И он работает. Вообще. Вообще обалдеть. Офигеть. Фирменная вещь. Все работает. Фирменная вещь. В результате. Продолжение следует...